ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА! Я не шучу. Больше никаких наркотиков. Почему взрослые люди, вместо того, чтобы читать умные книжки, смотреть телевизор, в конце концов, рассматривают картинки? Мне кажется, это вообще бред. Возможно, вы не в курсе, но российская индустрия комиксов сейчас как никогда бьёт ключом, возможно, даже фонтаном хреначит. И фанаты книжек с картинками в этот фонтан с радостью ныряют. На русском языке уже не только издаются лучшие комиксы из США, Европы и Азии, за месяц выходит столько новинок от отечественных авторов, что их не то что все купить, их даже все прочитать уже потихоньку становится нереально. С другой стороны, читать всё и не нужно, ведь сформировалось достаточно чёткое деление по сериям, жанрам, поджанрам, целевым аудиториям и всё такое. Супергеройка, говорящие антропоморфные животные, драма, комедия, инди-трэш, реальный трэш. Одновременно со, скажем так, мейнстримными русскими комиксами выходят и авторские комиксы, где у создателей нет ни рамок, ни цензуры, и они выпускают в печатном виде то, что некоторые, возможно, побоялись бы даже в интернете постить. В общем, Годзилла против Хабиба Нурмагомедова. Комикс от художников из Екатеринбурга был выпущен ещё в марте, но эй, когда ещё о нём лучше рассказать, если не сейчас, а? Правильней, пожалуй, было бы назвать это не комиксом, а Додзинси, потому что выпущен он неофициально, и у авторов, естественно, нет прав ни на одного из персонажей, чего они, в общем-то, не скрывают во время своего метамодернистского интервью. Почему Годзилла против Хабиба Нурмагомедова? Нам нравятся эти персонажи. Но, тем не менее, Годзилла — это не ваш персонаж. Почему не наш? А, ну... Хабиб Нурмагомедов — это реальный человек, это боец ММА. Да, всё верно. Вы брали у него разрешение на использование его светлого образа? Нет, к сожалению. Вы чем вдохновлялись? Мы вдохновлялись непосредственно, непосредственно и непосредственно. Вот, 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 вот. И мы хотели непосредственно... Ну, то есть это не для тупых? Это не для тупых? Это просто другое искусство. Давайте посмотрим, мы провели опрос на улицах Екатеринбурга, спрашивали, за что люди любят комиксы. Тираж комиксов всего 500 экземпляров. И поверьте мне, все уже давно распродано, так что даже не пытайтесь найти эту книжку в продаже. У меня, кстати, копия с автографами авторов, которая уже наверняка пару миллионов стоит. Осталось получить автографы самих Хабиба и Годзиллы до кучи. Вообще, Годзилла за время своего официального существования успел много с кем помахаться, и с различными не менее устрашающими монстрами, и с механической версией себя, и даже с американским баскетболистом Чарльзом Баркли. Так что идея противопоставления японского кайдзю известному спортсмену не такая уж и новая. Но это же комикс из Екатеринбурга, да еще и с Хабибом, огненный инфоповод. Екатеринбург, в принципе, достаточно необычный город, пропитанный метамодерном. Чтоб вы понимали, там местные достопримечательности, это убежище черепашек-ниндзя, памятник Гене Букину, и огромный Хан Соло в Карбоните. Это ведь Хан Соло? Комикс про Годзиллу и Хабиба слишком крут, чтобы оставаться в неизвестности, и раз уж в интернете его нельзя почитать, купить тоже нельзя, предлагаю вам небольшой пересказ, чтобы вы поняли, что к чему. Где-то в Сочи, прямо на пляже, из воды появляется легендарный гигантский монстр кайдзю. Годзилла, немедленно начинающий уничтожать все на своем пути. В Кремле собрано срочное заседание Совета Безопасности, на котором Кадыров, Сноу Дэн и президент Николай Второй ломают голову. Простите. Это Кадыров в альтернативной реальности. А это Николай Второй в альтернативной реальности. Это Николай Второй в альтернативной реальности. Тут он президент. Единственный вариант остановить разбушевавшегося ящера, это увеличить Хабиба Нурмагомедова до размеров Годзиллы, чтобы уложить монстра на лопатки. С таким размером категория легкий вес в UFC Хабибу точно закрыта, но чего не сделаешь ради страны. Вместе с Хабибом увеличивается и его фирменная папаха, которая первым делом и идет, в ход в качестве гигантского фаербола. Бой длится больше шести часов, Сочи превращается в руины, люди буквально тонут в реках кровища, что разлетается во все стороны от мощных ударов бойцов-переростков. В процессе Годзилла выплевывает канистру с радиоактивными отходами и выясняется, что он на самом деле негодовал из-за местного завода, выбрасывающего всякую опасную хрень в местные водоемы, которым владеет известный политик Мистер Свин, у которого Годзилла когда-то увел девушку и женился на ней в Лас-Вегасе. А теперь еще и уничтожил его бизнес, доведя Свинтуса до самоубийства. Все-таки Годзилла в этом комиксе такой мудак. На этом, в общем-то, и все. Годзилла уходит в закат, а Хабиб возвращается к нормальным размерам и получает звание героя. Комикс оставляет после себя приятное послевкусие. Вы наверняка с ним знакомы. Оно называется... И что это я, блин, сейчас только что прочитал? Мы отправили этот комикс Годзилле, он принял, вот, очень ему понравилось, только на паре картинок у него такие ягодицы показалось, что достаточно плотные, а ему вот это мне очень понравилось, вот. Не знаю, как вы, но я люблю такое, и на нашем рынке подобные штуки стали появляться все чаще. Например, сборник «Уебичные истории», название которого говорит само за себя. Самый альтернативный сборник комиксов в мире, воистину. Купить его уже тоже нельзя, у него тираж вообще был 300 штук. Но ведь был же! 15 сюжетов от разных художников, известных и не очень. Есть, например, комикс от Дюрана про Супермена и геев, которые я не могу показать на Ютубе, потому что тогда ролик забанят за откровенные сцены. А есть и странные сюжеты от всяких ноунеймов, типа история про старика Логана и Рено Логан, комикс про Зора в маршрутке с потрясающей графикой, или вот альтернативная версия Рика и Морти от какого-то немытого бомжары. Комикс, который я просто обязан вам зачитать. Немытый бомжара представляет Приключения деда и внука. Рыг и Морти. Сука! Да, блядь! Рыгающий дед, похожий на Рика, сидит у компа и что-то печатает. Он ищет в интернете средства для лечения отрыжки, не дающие ему спокойно жить. Как же заебало... Еб***щий случай! Деда? Отвлёкшись на зов внука, дед нечаянно срыгивает на компьютер, что приводит к короткому замыканию. Что там у тебя происходит? Деда, что за шум тут у тебя? Деда! Не замечал раньше этот странный постер. Мужик, конечно, симпатичный, но не до такой же степени. Хотя ширинка вроде застёгнута. Опа-на, внучок, рад тебя видеть, как сам. Ха-ха, так это была всего лишь твоя отрыжка. Ну да. А ты что подумал, дурачок? Кстати, а где твои волосы? Сгорели, к хуям. Да и хер с ними, отныне я принимаю себя таким, какой я есть. Как тебе такое, а, морда? Внучок, сегодня я наконец познакомлю тебя с творчеством моей любимой группы. Как же... Охуенно! Да, я абраган и горжусь этим! Ты такой крутой! Ладно, раскрою секрет. Немытый бомжара — это, естественно, я. Прозвучало странно, ну... То есть я нарисовал этот идиотский комикс за один вечер и отправил его инкогнито от имени немытого бомжары, чтобы чисто поугарать и показать вам, что комиксы может рисовать и выпускать каждый. Так что, надеюсь, это кого-нибудь вдохновит. Только не забывайте, что совсем не обязательно делать комиксы уюбочными. И не подумайте, что все отечественные авторские комиксы выглядят так. Есть и реально крутые, стильные, захватывающие книжки. Например, Ирвинг — чертовски изобретательный комикс про волшебника, пытающегося быть злым. Или Остров маньяков, пропитанный атмосферой кровавых фильмов ужасов 80-х. А Большой Древнерусский Борщ — это вообще как Астерикс или Флинстоуны, но про славянские племена. Срочно нужна экранизация! По сути, сейчас нарисовать и издать комикс под силу любому, у кого есть должное желание. Точно так же, как и снять фильм или записать собственный музыкальный альбом, все это в теории можно сделать, пользуясь одним лишь смартфоном. А уж из ноутбука так вообще можно целую портативную студию сделать. Я люблю эстетику старых компов, мониторов и прочих прибамбасов, но надо признать, что сложностей с ними возникало довольно много, да и весили они ого-го. Не часто получается осознать, что весь функционал некогда габаритных махин влезает в любой современный легкий ноутбук. Это ведь фантастика наяву, если задуматься, особенно учитывая, насколько компы стали доступны. Сейчас за сдачу старого ноутбука в МВидео можно получить скидку 20% на новый. Так что не торопитесь выбрасывать старую технику. Нет-нет-нет-нет, стой, чё ты делаешь? Microsoft запустили акцию. Сдаёшь свой старый, потрёпанный или вообще не рабочий ноут, и вуаля, у тебя в кармане скидос на покупку крутых современных ноутов от HP. Если вы уже шаритесь по своим шкафам в поисках старых поломанных ноутбуков, то ссылка с подробностями акции в описании. Непосредственно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok